Итак, друзья, закончился мой массаж, меня просто-напросто вырубило, я отключился на какое-то время, мне даже пришлось будет... Селам милет, ютуб-канал Эмин Артамон оф Лайф. Сегодня я буду в своем видео рассказывать, конечно, как вы поняли, о Турции, потому что на мне головной убор из Турции. И сегодня я хочу поговорить о тех людях, о тех специалистах, которые могут делать свое дело на все 100, а даже на 150, на 200%. А точнее мы сегодня поговорим с вами о Вельнес-парке, который был у нас в нашей гостинице, когда мы были на отдыхе в Турции, в Аннабелла Даймонд. Это замечательное место, это то место, где живут действительно боги своего дела. Если вам интересно, то смотрим это видео до конца, будут различные вставочки, как выглядит это место, как выглядит хамам, потому что мы полностью использовали все те услуги, которые они предлагали. Это были два разных комплекса услуг. Сколько стоили эти услуги, как они проходят, все сегодня я расскажу в этом видео. Аннабелла Даймонд Аннабелла Даймонд это тот замечательный отель, который предлагает услуги по Вельнес-парку. И когда вы зарегистрировались в этом отеле, проживаете в этом отеле Аннабелла Даймонд, либо Аннабелла Парк через дорогу, это комплекс отелей, вы приходите в Аннабелла Даймонд, спускаетесь этажом ниже, и с левой стороны располагается это чудесное место. Это рецепшн Вельнес-парка. И вот таким образом этот рецепшн выглядит. Вот это место, где творят хожебства. Это рецепшн спа-салона, спа и Вельнеса. А там находится сам спа-салон. Вот именно здесь мы заказываем все процедуры. Всем рекомендую. Аннабелла Даймонд, спа-салон. В этом Вельнес-парке работают замечательные люди. Шефом этого Вельнес-парка является человек, который очень отзывчив на все ваши просьбы, который идет вам всегда на уступки. Его зовут Шахин. Ну а теперь давайте прогуляемся немножко по Вельнес-парку, а точнее по всему этому месту, где проходят различные процедуры, где проходят различные массажи, где делают хамам и тому тому подобное. Давайте с вами погуляем. Я там походил, поснимал. И вы очень можете увидеть это замечательное, на мой взгляд, просто место. Потому что других слов у меня к этому месту просто нет. Это замечательное суперское место, где действительно можно отдохнуть телом, где ты получаешь весь тот спектр и комплексы услуг, которые ты хотел бы получить и которые будут приятны для тебя, а точнее для твоего тела. Так, давайте посмотрим, как выглядит это замечательное место. Ну а теперь мы с вами немножечко поговорим и я вам расскажу, как проходят различные процедуры. Мы брали, как я сказал, две услуги, которые предоставляются в этом Вельнес-парке. Это 90 минут длится вся эта процедура. Туда входит хамам, массаж и маска на лицо из глины. Итак, как все это происходит? Вы приходите туда, в Вельнес-парк, назначаете термин по времени. То есть, если есть время, то они могут вас сразу взять. Оплачиваете процедуру. Процедура стоит 50 евро на человека. Но так как я сказал, что там очень доброжелательный и идущий постоянно на уступки шеф, это все было сделано для нас за 30 евро. Каждая процедура для меня и для Инны по 30 евро мы заплатили. Я немножко больше использовал возможности и был не на одной из таких процедур, а на нескольких процедурах. Итак, что туда входит? Вы приходите, оплатили, вас там не назначен, приходите ко времени. Идете, переодеваетесь, вам выдается плотенчик. Так, друзья, сейчас я нахожусь в раздевалке мужской для того, чтобы переодеться и пойти в хамам. Но в хамам не просто так. Я пойду один, Инна с Глебом отдыхают. А я решил разузнать, как все это действует. Будет хамам, пилинг, пена, маска лица, массаж. И все это за хороший бланги-бот, просто хороший. У них цена нормальная 49 евро за 30 евро. Очень важно. Так как там зона сауны, то в Германии зона сауны – это когда вы находитесь полностью без одежды. Это нуда-зона. Там же нужно оставлять плавки, потому что первый раз, когда я пошел, я сделал очень большую ошибку. Мне потом пришлось возвращаться. Почему? Потому что мне сказали, что сейчас ты идешь на 15 минут в сауну, вот тебе полотенце, переодевайся, иди в сауну. Мы тебя сейчас проводим. Я, естественно, переоделся, полностью себя снял всю одежду, в том числе и плавки. Замотался полотенчиком, прихожу в сауну, разматываю полотенчик, ложу его, как это делается обычно в Германии, на поверхность и сажусь абсолютно голый. Меня увидел. В таком состоянии работник, который там работает, он сказал, что стоп, 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 стоп. Говорит, у тебя есть плавки? Я говорю, есть. Говорит, иди одевайся. Говорит, так нельзя. Так нельзя. То есть нужно быть обязательно в плавках и оставаться замотанным в полотенчик. Ты идешь, проходишь сначала в зону сауны. Там нужно находиться 10-15 минут, чтобы немножечко пропотеть. Температура 80-90 градусов. То есть не 100 градусов, а 80-90. Можно, если есть желание, подать парку. То есть там есть стопочка такая, есть, стоит водичка. Подать парку можно. Но это при желании, да? То есть сауна, она не очень большая, рассчитана максимум на 10 человек. Но там будет комфортно себя чувствовать. От двух до четырех человек очень комфортно, то есть по местам. Но 10 человек там можно поместиться. Вот после этого, когда ты там посидел, тебя прям буквально за ручку, как ребеночка. То есть тебя за руку из раздевалки, как ребенка, отводят до сауны. Потом, когда проходит время, тебя за ручку берут и отводят в соседнее помещение, где ты дышишь парами. То есть там такой, знаете, пар, ты им дышишь. Тоже там находишься приблизительно 10 минут. И в тот момент, пока ты там находишься, тебе приносят воды. Тебе приносит один стаканчик воды. Ты пьешь, потому что после сауны, попил водички, тебе становится хорошо. Посидел там 10 минуточек, тебя опять же берут за руку и ведут в зону хамам, где располагается посередине такая большая, огромное такое сооружение в виде мраморной плиты. Тебя туда ложат, на эту мраморную плиту. То есть она теплая, где-то градусов может быть 30-40. Так, я не измерял точно. Но ты ложишься. И изначально, что тебе делают, это делают пилинг. То есть специально есть в хамамах рукавичка. Ну, это не рукавичка. Ну, давайте назовем это рукавичка. Она немножко шаршавая. И тебе, тот, кто делает хамам, в моем случае это был замечательный человек, который зовут Начи. Он мне делал постоянно. То есть для женщин там делают женщины. Потому что когда Инна была и делала женщина, для меня это всегда был мужчина Начи. Он делает сначала тебе пилинг всего тела. То есть полностью вот это перчатка проходит по твоему телу, соскряпывает все. Это длится приблизительно 5-10 минут. В зависимости от того, какой у тебя размер тела. И после этого, после этого тебя обливают теплой водой и наносят на тебя пену. Наносят на тебя пену. Сначала на заднюю часть, на спину. Нанесли пену. Сделали тебе пенный массаж. То есть прямо такой, знаете, нормальный пенный массаж. Классный, суперский. Потом ты переворачиваешься. И тебе наносят на переднюю часть пену. И делают опять же пенный массаж. После этого тебя обливают тепленькой водичкой. То есть там есть специальные такие, как раковины сделаны. Тоже все из мрамора. Двумя ложками, двумя чашками. Берут, набирают эту воду теплую. И тебя обливают полностью теплой водой с головы до ног. Обливают полностью тебя водой. После этого ты садишься рядом. Тебя еще раз с головы до ног обливают водой. Потом, потом самое интересное. Берут полотенце. И, знаешь, ты ничего не делаешь там. То есть ты стоишь, а тебе заботятся полностью. Как вот мама о ребенке. Тебя полностью вытирают полотенцем. Заматывают тебя полотенцем. И уже после этого пенного хамама. Хамам по времени идет, не знаю, минут 20-25-30. То есть это было каждый раз разное время. До 30 минут. После этого тебя сопровождают прям буквально за ручку в ту зону, где располагаются места отдыха. Это такие кровати с куполами из материала белого. Где ты ложишься, тебе в этот момент сразу же мгновенно приносят гранатовый либо яблочный теплый чай. Негорячий теплый чай. В таких вот небольших стаканчиках, выполненных в виде груши. То есть это традиционные стаканчики для распития чая. Тебе сразу приносят, тебя укладывают. Сначала тебя уложили, накрыли одеялком. Принесли чай, ты попил чаек. Потом приходит другой работник, наносит тебе маску на лицо. Да, наносится маска из глины. Это было два разных вида глины, которые присутствуют в этом регионе. Это местная глина. Наносит маску на лицо, то есть полностью на лицо наносится маска. Ты лежишь там приблизительно 15-20 минут. В этом месте отдыхаешь, расслабляешься после пенного хамама, после пенного массажа. Ты расслабляешься, попиваешь чаек. Если чай закончился, они наблюдают за этим, приносят тебе еще чай. Маска подсыхает. После этого, как маска подсохла, ты идешь, смываешь эту маску самостоятельно. Ты маску эту смыл. И тебя, опять же, прям под ручку, берут и забирают на следующую процедуру. Это массаж. 45 минут массажа. Массаж полностью всего тела. Ганс, керплихи, массаж. То есть массаж всего тела. И задняя часть, и ноги, и руки, и передняя часть. Полностью массаж, который тебе делает 45 минут. Не меньше, не больше. 45 минут, которые положены, тебе этот массаж сделают. Могут иногда чуть-чуть подальше сделать, но меньше по времени не делают. Не обманывают. Это большой плюс в этом заведении, то, что там делают честный массаж. То есть ты заплатил деньги, и тебе за это сделали честный массаж за то время, которое, в принципе, ты заплатил. Как я сказал, хамам у меня делал всегда молодой человек, который зовут Начи. А массаж делали мне две девушки. Первый раз это была Сабина. Она очень замечательно делает массаж. Она профессионал своего дела. И еще одна девушка, которая тоже профессионал своего дела, это девушка, которую зовут Кидык. То есть я прям записал их имена. Я знаю их по именам, потому что они вот суперски делают массаж. Один раз мне делала девушка тоже массаж. Я не знаю, к сожалению, ее имя, потому что мне не понравилось. Мне не понравилось. Она делала как-то более осторожно, более мягко. И я не прочувствовал весь тот кайф, который хотел почувствовать от массажа. Итак, друзья, закончились мои все процедуры. Мой хамам, мой массаж, мой пилинг за 30 евро. И в какой-то момент я просто-напросто отключился. И меня в конце концов пришлось будить. Следующая процедура, которая там есть, это комплекс. Это тоже хамам. Но туда включены еще дополнительно время массажа. Массаж чуть побольше будет по времени. И будет к хамаму, к самому купению дополнительно еще одна процедура. Сейчас я быстренько, коротенько вам расскажу. Так же приодеваетесь, идете сначала в сауну, потом дышите, парами дышите. Заходите в хамам, у вас ложек. Вот так вот выглядит зона хамама. И здесь происходит совсем немножечко другое. Вам делают пилинг, но делают пилинг с кофе. Кофейный пилинг. То есть берут кофе, берут эту подчатку и натирают вас полностью кофе. Вы становитесь полностью коричневого цвета. Так как пилинг проходит полностью всего тела. Опять же, делал пилинг у меня молодой человек, который зовут Начи. Суперски делает, прямо просто суперски делает. Не только пилинг, он делает, знает опять же свою работу, знает, как все делать в хамаме. Так что все очень классно и все супер. Делается кофейный пилинг. Тебя втирают, втирают, втирают кофе, до становящихся коричневого цвета. Потом с тебя все это смывают полностью. Смывают. Потом та же самая процедура с пеной. Наносит на тебя пену, делает пенный массаж. По времени это уже немножечко подольше, на минут 15 дольше. Потому что весь комплекс услуг, которые делают, он уже не 90 минут, не полтора часа, а он уже 180 минут. То есть 3 часа ты находишься там и с твоим телом что-то делают. То есть постоянно какие-то действия происходят с твоим телом. Сделали тебе вот эту пену, пенный массаж. Также тебя смыли, промыли. Отвели тебя в комнату, где ты отдыхаешь. Понесли тебе чай. Наносят маску. То есть по желанию здесь уже можно нанести два вида маски. То есть это либо шоколадная маска, либо это маска из глины, из двух видов глины. Я выбрал маску из глины, из другого вида глины. Мне делали глиняную маску. После того, как ты полежал, то есть так же 20 минут ты лежишь там, отдыхаешь, расслабляешься. После этого ты идешь, смываешь с лица свою маску, которая у тебя была нанесена. И уже после этого тебя забирают опять же в ту зону, где делают массаж. Массаж уже длится не 45 минут, а 1 час. 1 час полностью массаж всего тела. И в этот раз мне делала девушка, которую я зовут Кидык. Это было просто классно. Это было просто замечательно. Как я сказал, все те, кто там работает, всех тех, имена, кого я назвал, это специалисты своего дела. И Сабина, и Кидык, и Начи. Это все специалисты своего дела. Им просто большой такой лайк и респект за то, что они так хорошо выполняют свою работу. После того, как проходит массаж, вас выпускают на свободу, на волю. А по цене. Я вам не сказал, сколько стоит этот массаж по цене. Нормальная цена этого массажа составляет 90 евро за 180 минут, за 3 часа. А мне пошли на услугу, так как я там являлся постоянным клиентом. Я несколько брал простой комплекс услуг на 90 минут. Потом мы с семьей брали комплекс на 90 минут, так как я там являлся постоянным клиентом. Мне был сделан комплекс услуг за 50 евро. 50 евро я заплатил, и мне сделали этот комплекс услуг. Да, когда мы ходили вместе с семьей, то Глеб там тоже присутствовал. Глебу делали скраб в хамаме. То есть он не сидел в сауне, он не сидел, не дышал вот этими парами. Он сразу пошел, его положили на хамам, на теплую поверхность. Сделали ему скраб сего тела, нанесли ему пену, сделали ему пенный массаж. Потом его проводили в комнату, где все отдыхают. Нанесли ему шоколадную маску на лицо, и на этом его процедуры закончились. Это было бесплатно. То есть мы заплатили за нашу семью 30 евро, я за свой комплекс, 30 евро Инна за свой комплекс, 60 евро Глебу. Это было просто все бесплатно в качестве подарка за то, что мы полностью всей семьей пришли и пользуемся услугами в этом Вельнес-парке. То есть было абсолютно все бесплатно. Массаж детям не делают, потому что ему всего лишь навсего 9 лет. Он еще маленький для массажа. Массаж, по-моему, делал с 14 лет. Потому что мы так спрашивали, узнавали. И вот, пока нам делали массажи по 45 минут, Глеб находился в этой комнате постоянно. И такой интересный факт, когда мы пришли, когда он уснул. Он уснул от того классного чувства, когда ему сделали пенный массаж, когда он побывал в хамаме. Он был разогретый, его тело все было распаренное. Классное. И маска еще была на лице. И он просто-напросто уснул. Попил чайку и уснул. Что мы еще как бы использовали, какие услуги в этом Вельнес-парке. Кроме этого, кроме вот этого двух этих комплексов услуг, которые мы использовали по несколько раз, мы еще выбрали две разные услуги. Инна выбрала индийский массаж. Индийский массаж включал в себя массаж лица и головы. Он длился 45 минут. Цена была 30 евро. Нормальная цена 50 евро. У нас была скидочка 30 евро. То есть мы 30 евро отдали за индийский массаж. У меня был... Я первый раз вообще как бы был на таком массаже. Это был тайский массаж. Это был массаж по пунктам. То есть это был совмещенный массаж. Я не помню, как он точно называется, но это был тайский массаж и массаж по пунктам. Вся эта процедура длилась уже не 45 минут. Длилась один час, чуть-чуть побольше. Стоило это все, если взять в комплексе, то это должно было стоить 70 евро. Мне сделали за 30 евро. Так как я сказал, я там уже был постоянным клиентом. VIP-клиент. В этом Вельнеспарке. Сделали это все классно, супер. Я не знал, что такое тайский массаж. Я никогда не делал тайский массаж. Когда я зашел, мне делала девушка, которая зовут Кидык. Она сама из Таиланда. Она знает, как это происходит. И когда она это делала, это сначала как бы ноги, разминка ног, это еще пойдет. А потом она, эта девушка, она небольшого роста, как начала скручивать меня и так, и так, и так, и так. То есть, прям, действительно, там начала и так, и так, и так скручивать мое тело и выгибать, и разгибать. Я думаю, ну нифига себе, куда я попал. То есть, как бы это было немножко для меня удивительно. То есть, приблизительно 10 минут это был такой расслабляющий массаж по пунктам на ногах. Там я она поделала. Это было классно, это было супер. Потом вот это были скручивания, выкручивания у моего тела. Там стоял хруст везде и повсюду, потому что в таких позах я еще никогда не находился. И действительно, так вот прям поломали мое тело, повыгибали, поразгибали. И это было классно. Это было где-то минут 40. И еще 10 последних минут. Это был тоже такой расслабляющий массаж. Массаж головы. То есть, там понажимала она пункты различные на руках, на голове. И это было классно. То есть, вот сначала 10 минут расслабления, 40 минут такого экстрима, и потом 10 минут расслабления. Вообще, массаж мне очень понравился. Очень все классно. И те, кто будут в этом отеле, Анна Белла Парк, Анна Белла Даймонд, обязательно посетите Вельнес Парк. И купите себе комплекс услуг, которые первые за 90 минут. Купите себе комплекс услуг, которые за 180 минут. И я думаю, что вы сумеете договориться, и вам пойдут навстречу, вам сделают скидочку. И обязательно, если кто еще не пробовал тайский массаж, обязательно попробуйте. Я всем это рекомендую. Вы знаете, у меня такое получилось длинное и насыщенное видео. Я специально его не стал снимать еще в Турции, когда были. Почему? Потому что у меня было еще больше эмоций, и у меня там были бы просто жестикуляции руками. И у, классно, супер. Поэтому я решил это сделать чуть позже, когда я уже немножко успокоюсь, немножко подзабуду, как это все было. И опять же, у меня много появилось эмоций, потому что воспоминания о том, как это было классно, как это было супер, вернулись ко мне. Что хочу еще рассказать в этом видео. Вообще, как бы, процедура хамам, там она в этом отеле бесплатно включена. Вы можете сами самостоятельно пойти туда, лечь на этот хамам. Единственное, что у вас не будет никакой пены, никакого массажа, никакого пилинга у вас не будет. Вы можете там просто полежать, погреться. Можете зайти в зону сауны, посидеть, погреться, подышать этим паром, посидеть, погреться. Единственное, что вы должны знать, если кто-то покупает комплекс услуг и находится в данный момент там, в хамаме, там проводят пенный массаж, пилинг, то нежелательно туда идти, нежелательно там находиться. Потому что там бывает, что и семейные пары, и когда они хотят, допустим, чтобы проводили хамам полностью, они когда раздеты, такой тоже можно. Заказать себе, да, ну, то есть, когда ты там находишься со своим супругом, либо супругой, не очень приятно, когда приходит толпа людей, ложится и еще громко говорить, тому подобное. Просто, когда я беседовал с работниками этого верноспарка, была такая одна семья, которые устроили там буквально истерику из-за того, что их не пустили в хамам, когда там проводился комплекс услуг. Потому что, ну, люди заплатили за это деньги, это стоит денег, и, естественно, они хотят там находиться одни, отдельно, и наслаждаться всем тем комплексом услуг, который им предоставляет за их заплаченные деньги. А те, кто приходит бесплатно, вы можете в это время пить в сауне. На улице было плюс 34-35 градусов. Но, опять же, это была русская семья, и, к сожалению, наши русские, русскоговорящие люди, которые там находились, они вели себя не очень достойно, не очень хорошо. Потому что, даже когда я там был, тоже пришла семья русскоговорящая, я не знаю, откуда, не могу назвать страну, но им показали, как выглядит вельный спарк, как приблизительно будут выглядеть процедуры. И со стороны женщины, которая ходила, то есть там был мужчина, женщина, ребенок, она постоянно выкрикила какие-то слова. Че так дорого? И че тут делают? То есть такие вот были высказывания. Это очень неприятно слышать. И когда я беседовал с работниками, как я сказал, вельный спарк, они действительно жаловались на наших русскоязычных, что они себя ведут не очень хорошо, иногда нагло. Ну, они уже к этому привыкли и знают, что такой контингент людей ведет именно себя так. И были удивлены тому, что наша семья немножечко по-другому себя вела. И когда мы сказали, что мы проживаем в Германии, тогда они, в принципе, поняли, почему мы себя так ведем. Потому что иностранцы из других государств, там очень много немцев было, очень много англичан было, ведут себя совсем по-другому. То есть, во-первых, они никогда не спрашивают про скидки. Вот стоит цена 50 евро, значит, они заплатят 50 евро. То есть, это мы еще торговались, да, то есть, как бы, а, дороговато, может быть, поменьше. То есть, это наше присутствие такое у нас, да, и турки сами любят торговаться. А иностранцы, вот немцы, те же самые, они, то есть, 50 евро стоят, они 50 евро дали, пошли, и им оказали весь комплекс услуг. Ну, за наших соотечественников немножечко стыдно, что они себя так ведут. Все, хватит говорить, на этом буду свое видео заканчивать. Если вам было интересно это видео, то, как всегда, ставим лайки, подписываемся на канал Артамонов Лайф. Я желаю вам всего хорошего, благодарю за то, что вы смотрите мои видео, благодарю за то, что вы подписаны на мой канал, благодарю за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми, друзьями, коллегами и просто теми, кому интересна тематика жизни в Германии и путешествия не только по Европе, но и по другим странам. Всем всего хорошего, всего доброго, до встречи в моих новых видео и безбайт. Чус! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»